Депутат Харьковского городского совета Здравствуйте, Анатолий Анатольевич Итак, буквально всю неделю мы слушаем отчеты руководства коммунальных предприятий о том, что у них все хорошо Я помню, вы обращались с запросами, чтобы вам, как депутату городского совета, представили финансовую отчетность о деятельности предприятий Вы что-нибудь получили на сегодняшний день? Мы с вами виделись, по-моему, очень давно, может быть, с месяца назад И тем не менее, есть какие-то подвижки? Кроме устных слов, что в коммунальных предприятиях города Харькова все в порядке, подвижек больше никаких нет Ситуация аналогичная, и ее могут видеть на экранах своих телевизоров все харьковчане Когда созывается пресс-конференция руководителей коммунальных предприятий Харьководоканал с трибуны сессии Харьковского городского совета говорил о том, что они ничего не крали и не воровали Жилкомсервис, коммунальное предприятие по вывозу бытовых отходов, аналогичная ситуация и так далее То есть, фактически, все эти руководители коммунальных предприятий, они выполняют поручения мэра нашего города О том, что они должны провести такие пресс-конференции Они выходят на эти пресс-конференции и говорят, мы ничего не крали, то есть мы ничего не воровали Мы честны, а кем младенцы? Да, и все Но практически каждый из руководителей этих коммунальных предприятий Следующая фраза говорит, что документов о том, что мы ничего не воровали, мы ничего не крали И что у нас нет никаких нарушений, мы не покажем И вот у нас есть решение суда, которое разрешает нам эти документы не показывать То есть, получается нонсенс Если коммунальное предприятие не является секретным объектом А что это за решение суда, не показывать документы? Мне кажется, это вообще что-то совершенно непонятное По большинству харьковских коммунальных предприятий, особенно там, через которые проходят сотни и десятки миллионов гривен харьковчан Возбуждены криминальные производства правоохранительными органами Да, открытый криминальный процесс У нас на сегодняшний день есть особенность расследования этих уголовных дел, когда есть заявление, оно регистрируется в специальном реестре И следователь должен провести проверку Для того, чтобы провести проверку по факту хищения денежных средств из этих коммунальных предприятий Нужны документы У следователя их нет Соответственно, он обращается в суд с ходатайством, чтобы эти документы истребовать Или копию этих документов истребовать из этих коммунальных предприятий Для того, чтобы проверить, украли что-то с этих коммунальных предприятий или не украли И вот руководители этих коммунальных предприятий бегут в тот же суд Приносят непонятно какие аргументы И суд отказывает правоохранительным органам в истребовании этих документов Веря на слово руководителям коммунальных предприятий города Харькова Что у них все в порядке А это Харьковские районные суды? Да, это Харьковские районные суды По месту деятельности этих предприятий? Да, безусловно Очень интересно Ну, а в принципе, вот решение какой-то вопроса есть Вы как депутат получаете или отписки, это в лучшем случае, да? Или вообще ничего не получаете? Дело в том, что... Не могут следователи получить информацию? В нашем Харькове, я бы сказал, коммунальная империя Почему? Потому что я сегодня подписал запросы О предоставлении информации этими коммунальными предприятиями Этих запросов обнаружилось больше 50 То есть у нас в Харькове больше 50 коммунальных предприятий То есть, по сути, как в известном литературном произведении Жители города Харькова рождаются и умирают в коммунальных предприятиях Ну, безусловно, и живут практически И через эти коммунальные предприятия проходят миллиарды гривен Харьковчан и бюджетных денег А ответа, что за какую цену покупается, нет То есть, руководители этих предприятий всячески избегают конкретики, конкретных цифр И показывают какие-то документы с расстояния в одном экземпляре Заявляют о том, что они ничего не воровали То есть, ничего не крали У них нет никаких хищений Но никаких доказательств, кроме их слов, не предоставляют И получается, как в известном мультике про кота Матроскина Который говорит, что какие документы? Усы и хвост мои документы Они предлагают верить им на их честное слово В котором многие харьковчане сомневаются И я считаю, что не безосновательно Потому что, на самом деле, все очень просто Если никто ничего не брал И никто ни по каким завышенным ценам не покупал То какие проблемы показать, что конкретно, за какие деньги, в каком количестве Было куплено этими коммунальными предприятиями Это же просто Опубликовали полная прозрачность Вы знаете, у нас, кстати, у журналистов существует такое правило Что если ты обращаешься или с запросом Или просто по поводу интервью к какому-то чиновнику Или к тому же руководителю предприятия Хоть коммунального, хоть какого угодно И он не хочет идти навстречу Не хочет давать интервью Не хочет предоставлять документы Значит, этому человеку есть что скрывать Это как раз очень логично и очень просто Скажите, пожалуйста, вот вы бьетесь уже Ну, я уже и вспомнить не могу Сколько времени вы пытаетесь добить эту информацию В депутатском корпусе Харьковского городского совета Есть у вас единомышленники? Есть люди, которые вас в этом поддерживают? И как бы параллельно тоже вот такой брейншторм организовывают Чтобы получить, в конце концов, эти документы? Есть открытые единомышленники, есть скрытые единомышленники Дело в том, что, к сожалению, большинство депутатского корпуса Харьковского городского совета не активно Они надеются, что руководство города Будет содействовать их карьерному росту Или переизбранию, или еще чему-то И поэтому не делать каких-то действий активных в интересах харьковчан Но не в интересах руководителей коммунальных предприятий Руководителей департаментов Харьковского городского совета То есть эти вопросы не поднимаются Более того, как правило Ну, не правило, не как правило, а всегда Около 60-70 депутатов Харьковского городского совета Нажимают на зеленые кнопки, принимая самые идиотские, извините за выражение, решения Ну, просто идиотские Я приводил много примеров, когда принимался бюджет Харькова, например Резервный фонд Он должен быть не больше 1% от основной части расходов бюджета Это по бюджетному кодексу закон такой Для Харькова сегодня, в 2015 году, это около 50 миллионов Депутаты проголосовали за бюджет в полмиллиарда Что такое резервный фонд? Это неконтролируемые расходы Их можно тратить куда угодно Я поднимаю этот вопрос, вношу поправку Привести этот размер неконтролируемых денег в соответствии с законом Выходит директор департамента бюджета и финансов Таукешева Которая подтверждает, что да, наш бюджет нарушает закон А депутаты все равно за него голосуют Она им говорит, нам надо, и они голосуют Тарифы Даже не тарифы, а налоги На сессии Харьковского городского совета Были утверждены ставки налога на недвижимое имущество На жилую недвижимость и нежилую недвижимость Нежилая недвижимость, это очень важно Почему? Потому что Если человек, для многих люблей, для многих харьковщан Кажется, что у меня же нет нежилой недвижимости У меня там есть квартира, и все Она меньше 120 квадратных метров И меня это не касается На самом деле это не так Почему? Потому что фактически Харьковский бюджет предусматривает Что налог с нежилого недвижимого имущества Что такое нежилое недвижимое имущество? Это магазины, это гостиницы, это офисы Это концертные залы Это стадионы, это гаражи и так далее Огромный спектр недвижимости И что вот со всей этой недвижимости города Харькове В городе Харькове нужно за 2015 год собрать миллион гривен Вот так запланировано в бюджете Но на самом деле, исходя из той ставки Которую утвердил Харьковский городской совет А это ни много ни мало А 12 гривен за квадратный метр Только два торговых центра Дафи и Караван Даст эту необходимую сумму За 2015 год в городе Харькове Но у нас кроме торгового центра Дафи и Караван существуют Сотни тысяч квадратных метров Другой нежилой недвижимости Это и все супермаркеты Это множество магазинов, офисов Это и различные концертные площадки И тот же стадион «Металист» Часть из которого находятся какие-то помещения В частной собственности То есть если коммунально, она не платит И так далее Производственные помещения не платят Но опять же Это же сессия тоже принимает Нет, это закон Вот по закону промышленные объекты Они не платят Но вот есть большой завод А, это налог У него есть корпуса Которые используются для производства Да, с этих корпусов этот налог не берется Но у любого завода У любого промышленного предприятия Есть так называемое заводоуправление И это заводоуправление Все равно будет платить эти деньги Потому что вот офисная часть завода Она к промышленности никакого отношения не имеет И поэтому мы приблизительно подсчитали Что вместо миллиона за 2015 год С города Харькова соберут такого налога Около 100 миллионов гривен Но я думаю, что не меньше На сессии Харьковского городского совета Я предложил уменьшить сумму этого налога В 10 раз То есть брать не 12 гривен с квадратного метра А гривна 20 для того, чтобы посмотреть Сколько же площади есть налогооблагаемой Миллион мы все равно насобираем Ну, как планируется в этом бюджете А дальше, ну, посмотрим Нужно ли повышать в 2016 году Не нужно ли повышать и так далее То есть, к сожалению, депутаты Не согласились Вы думаете, что 12 гривен Это неподъемная сумма для... И каждый думает так Но, смотрите, вы же не ходите в один магазин Вы ходите в дафи Вы ходите в караван Вы ходите в продуктовый магазин Около дома Вы ходите в кинотеатр Вы ходите, там, я не знаю, там На каток И так далее И в каждом месте В каждом из этих мест На вас переложат часть этих 12 гривен То есть, фактически Там, те 100 миллионов гривен Которые будут собраны С города Харькова Они будут собраны Не с карманов Там, владельцев этих помещений Не из бизнесменов А с харьковчан То есть, по сути дела Цены вырастут на продукты У предпринимателей Ну, возникнут проблемы с оплатами Да, то есть, потому что Ну, больше же у них покупать не станут Наоборот, если что-то станет дороже Будет только меньше И фактически этот налог Залезает в карман Каждому харьковчанину Со всех харьковчан соберут 100 миллионов Более того Зачем была поставлена Ну, такая нереальная сумма налога В харьковском городском бюджете То есть, абсолютно же очевидно Что, ну, этого налога соберут Больше одного миллиона Который запланирован То есть, все поступления свыше Пойдут в так называемый бюджет развития То есть, это неконтролируемый бюджет Который, опять же Неконтролируемый в каком смысле? Ну, он То есть, неконтролируемый Что он будет контролироваться Там, ну, руководством города Да, то есть, руководителями департаментов И, по сути дела, эти деньги А депутаты, я прошу прощения Депутаты имеют влияние на эту часть бюджета? То есть, фактически, депутаты Решением об утверждении городского бюджета Отдали право распоряжаться деньгами Даже не директору департамента бюджета и финансов А его заместителю То есть, фактически, все расходы Отверждаются за подписью заместителя Директора департамента бюджета и финансов То есть, да, действительно, мы можем, как депутаты Давать какие-то предложения И делаем это по расходованию тех или иных средств Но, опять же, там, мое предложение Отправить 400 миллионов из резервного фонда На ремонт жилых домов харьковчан Ну, не прошло, да, и не нашло, к сожалению, Поддержки у депутатов городского совета Хотя в этом сезоне, в этом году На ремонт домов харьковчан Предусмотрено всего 52 миллиона гривен А на ремонт и на строительство домика Для жирафа в харьковском зоопарке Предусмотрено 7 миллионов гривен Ну, и так далее Таких, кстати, расходов есть огромное количество Скажите, пожалуйста, а вот когда, ну, такое предложение Да, жилой фонд нуждается в серьезных влияниях Жилой фонд Харькова, я уж не говорю А внутри квартальных дорогах И так далее, и так далее А почему не проходят такие предложения? Вот есть какой-то аргумент? Ну, наш мэр, он же любит все комментировать Я не знаю, почему такие предложения Не проходят через Харьковский городской совет Потому что это нелогично Да, но я думаю, что депутаты Харьковского городского совета Большинство из них Это просто кнопкодавы, которые Давят на зеленую кнопку Голосуют за, за все, что им там предложено в проекте И не нужно никаких изменений Ну, это же просто возмутительно, да Потому что в каком состоянии крыши В каком состоянии подъезды Ну, этим же всем нужно заниматься И кому, как не, депутатам принимать это решение На что они, кстати, надеются, ваши коллеги? Выборы-то вот уже Мне сложно сказать, на что они надеются Да, я думаю, что они надеются, что их поддержит руководство города И обеспечит им там переизбрание То есть, поэтому они не думают о харьковчанах Они думают о том, чтобы быть полезным Там, руководителем департамента И руководству города А вы не думаете, что это может быть Вот, отдано на откуп выборам? Когда под видом, ну, как бы Деятельности депутатской Будут ремонтироваться подъезды Но, тем не менее, каким-то образом Будут на это тратиться бюджетные деньги И вот мы же, я же вам Вот я пришел, депутат там, условно говоря Елена Бараник, да Я вам отремонтирую подъезд И вот вы за меня только проголосуйте Безусловно На это делается расчет Но я считаю, что Любые улучшения для людей Любые улучшения для харьковчан Это хорошо Безусловно Но хочется, чтобы они ремонтировались За бюджетные или за личные Почему? Нет, очень важно Мне кажется, сегодня уже Гражданское общество Подняло свою голову Идет с гордо поднятой головой И уже люди задаются вопросом Что меня нельзя купить за гречку И я не хочу, чтобы мне Под выборой ремонтировали подъезд Я хочу, чтобы это была Плановая депутатская работа Для этого мы депутатов выбираем Какие вопросы я поднимаю То есть по тем же ремонт подъездам По тем же дорогам Вот была пресс-конференция Чумакова Директора департамента Дорожного строительства Который, точно так же, как и все его коллеги Директора департаментов И коммунальных предприятий Заявляют, что Мы ничего не воровали У нас нет никаких хищений У нас все в порядке В этом году, в 2015 году На ремонт дорог города Харькова Предусмотрено почти полмиллиарда гривен На мой запрос Депутатский запрос Депутатское обращение Чумакова Внутриквартальные в эту сумму входят? Входят На мое депутатское обращение К директору департамента Дорожного строительства Чумакова Покажите, что вы сделали За 2011, 2012, 2013, 2014 год И почем Сколько денег вы за это заплатили Я получил ответ Что идите к Кернесу У него спрашиваете Я не знаю Может, Геннадий Адольфович больше знает Но если меня будет посылать к нему Каждый директор департамента То я не уверен, что это правильно Более того На дорогах Но это же нарушение закона Конечно, да То есть это нарушение Это препятствия Депутатской деятельности Более того, у меня был Абсолютно простой вопрос Сколько стоит Квадратный метр Той или иной дороги И куда эти деньги Были заплачены Почему? Потому что Очень просто сравнить То есть ту цифру Которую заплатили За счет бюджетных денег Да, мы обращаемся В любую Компанию Ну, частную фирму И выбираем Сколько квадратный метр Этой дороги Стоит у нее Ну, конечно Можно провести Элементарный мониторинг Цен безусловно Я всегда приводил пример И часто привожу этот пример По поводу Вот как я ремонтировал дороги По просьбе харьковчан Вот осенью Сейчас просто нельзя этого делать Потому что зима Дороги не ремонтируются Но осенью мы ремонтировали дороги И квадратный метр Дороги у нас стоил Ремонта дороги Текущего ремонта дороги У нас стоил 120 гривен Вот за этот квадратный метр Когда мы попросили Подсчитать Смету Сколько же это будет сделать Та компания Которая делает это для города Вот Значит Наши ребята Сказали Что это стоит 35 тысяч гривен И сделали за эти деньги А компания Которая работает с городом По смете По ДБН Предложила то же самое За 350 тысяч И так 7 дорог То есть разница В 10 раз Это я прошу прощения Метр квадратный Нет Вот у нас было 120 квадратных метров Участок дороги Вот мы заплатили За его ремонт 35 тысяч гривен Компания Которая делает то же самое Для города Предложила нам То есть на порядок Харьков водоканал Покажите Куда вы тратите Деньги харьковчан И за сколько Вы что покупаете Потому что Встает в трибуны Харьковского городского совета Коренька Так они же Правоохранителям Конечно это вопросы Но они же Правоохранителям Показывают решение Суда Что вы не имеете права У нас требовать Какие-либо документы И проводят пресс-конференции И показывают Кичатся этими решениями Суда Что суд Отказал Правоохранителям В вытребовании Копий Или самих документов Что они ничего не покажут И я уже говорил о том Что встает Каренька Руководитель Коммунального предприятия Харьков водоканал Из трибуны Сессии Харьковского городского совета Говорит Что Я И Мои 6800 Содрудников Коммунального предприятия Харьков водоканал Ну ничего не воровали У нас нет никаких хищений Охотно верю Но только в отношении Этих 6800 Людей Которые работают На коммунальном предприятии Харьков водоканал Безусловно То есть они Ну никакого отношения К хищениям не имеют А вот к руководителю Есть вопросы И к сожалению Эти вопросы Остаются без ответа Они остаются без Оставались без ответа Два месяца назад Месяц назад И сейчас Они также остаются без ответа Вот Поэтому Еще раз говорю Что сегодня Я подписал Больше 50 Депутатских обращений На все коммунальные предприятия Города Харькова С требованием Предоставить информацию Куда В какой сумме И на что Были потрачены Деньги Харьковчан За 2011 2012 2013 2014 Годы Аналогичные Депутатские обращения Сегодня мной Подписаны И Все это будет направлено На директоров Департаментов Харьковского Городского совета А вы не писали Непосредственно На городского голову Таких запросов Ну пусть он читает Если коммунальщики Отправляют вас к нему Ну и задайте ему Эти конкретные вопросы Это юридический нонсенс Дело в том Что мэр города Ну не отвечает На подобные вопросы Вы понимаете Какую он занимает позицию Он занимает позицию Что Ну Есть Конкретные Руководители Коммунальных предприятий Города Харькова Они должны Отвечать Которые ведут Хозяйственную деятельность Поэтому вы к ним Задавайте вопросы Я Мэр всего города То есть я Не могу отвечать На вопросы Которые задаются Руководителям Коммунальных предприятий Или там Департаментов Городского совета Но то они и назначены Для того чтобы отвечать На эти вопросы Вот соответственно И пока Сколько они Не дают такого ответа То я предпринимаю Все возможные Действия В рамках закона Для того чтобы Эти ответы получить Для того чтобы Харьковчане знали Что Например На деньги Которые предусмотрены В городском бюджете На ремонт их домов Можно было Отремонтировать В 10 раз больше Домов Подъездов Крыш Чем это было сделано Реально Что Там Те 500 миллионов Гривен Которые предусмотрены В бюджете На ремонт дорог Можно отремонтировать Тысячу квадратных метров Этих дорог Города Харькова Вот Извините Не тысячу квадратных метров А тысячу Тысячу километров Этой дороги Если у нее ширина 5 метров Если ширина 10 метров То Можно 500 километров Отремонтировать Но тем не менее У нас В Харькове Там улицы 15-20 километров Длиной Поэтому Большинство из них Меньше То есть Теоретически За эти 5 лет Если бы Деньги Шли По реальной цене Сколько это стоит На ремонт Харьковских дорог То можно было Отремонтировать Весь город Харьков Вот Поэтому Я Строю свою деятельность Не там в расчете На какие-то Выборы Прошлые Будущие И так далее То есть Я занимаюсь тем Чем занимался Всегда И Делаю Максимально Возможное Для того Чтобы Защитить интересы Харьковчан И для того Чтобы Харьковчане Получили Как можно Больше Пользы От трат Харьковского Городского бюджета А Харьковский Городской бюджет На секундочку То есть Это ни много ни мало За 2015 год Это Около 7 миллиардов Гривен То есть Это огромные деньги Это безусловно Огромные деньги Ну тем не менее Вы кстати Голосовали За бюджет Города Я Что хочу Я не голосовал За бюджет Города И я Насколько я знаю Не проголосовавший В середине февраля Ну Будут еще Бюджетные вопросы Да Ну и на Всеукраинском уровне Я не мог Голосовать за бюджет Города Потому что Этот бюджет Противоречит Бюджетному кодексу Вот Вот это я и хочу Уточнить К вот этому февральскому Ну Наверняка Будет же заседание Еще Пленарное заседание Нашего Харьковского Городского совета Вы будете вновь Выходить Со своими предложениями Чтобы внести Коррективы После того Как уже будет бюджет Безусловно Я буду выходить И с предложениями И было очень много Сделано Лично мной Для формирования Этого бюджета Почему Потому что Моя премьемная На героев труда 28 Она Продолжает Работать С 10 Часов утра До Восьми часов вечера Туда приходят люди Со своими проблемами Это ремонты крыш Домов Дорог Лифтов Подвистов Проблемы с здравоохранением С образованием И так далее Мы все эти обращения Документы Собираем И отправляем Соответствующий департамент И они ложатся Соответствующий департамент Харьковского Городского совета И они ложатся В основу Составления бюджета Поэтому Наши И мои пожелания По Решению проблем Тех харьковчан Которые обращаются В мою приемную И соответственно Их соседей Они учитываются В этом бюджете И дальше Я буду контролировать Как эти проблемы Будут решаться За счет Выделенных средств Городского бюджета Который Проголосован Поэтому Но Голосовать За незаконные Какие-то вещи Я считаю Неправильно Нужно их устранить Более того Настрой Большинства Был абсолютно виден И они Нажимали на зеленую Кнопку за То есть они вообще Ну как бы Бюджет был Опубликован И распространен Фактически За день До голосования За него То есть депутаты Не имели возможности А большинство депутатов Это вообще не нужно То есть они Ну я например Изучил этот бюджет То есть и Мои предложения К этому бюджету И к сметам Расходования этого бюджета Они были все В письменном виде Большинство из них Вот Тем не менее Я потратил Ночь Я потратил Вечер Я потратил Утро Для того чтобы изучить Все статьи бюджета Для того чтобы изучить Сметы По расходованию Средств По этим статьям бюджета Сформулировал Свои предложения Предлагал там Части и части Их как бы С трибуны Я думаю что Большинство депутатов Этот бюджет В глаза не видели Они его вообще Не понимают Ну тем не менее Как бы монолитно Нажимают на Зеленую кнопку Вот Опять же Я считаю что Такие депутаты Харьковского городского совета Должны нести Политическую ответственность То есть их нельзя привлечь К уголовной ответственности Или какой-либо другой ответственности Но Харьковчане должны знать Что эти люди Способствуют Разворовыванию Харьковского городского бюджета А 7 миллиардов Это не деньги Которые упали с неба То есть это деньги Которые Получены Харьковчанами Заплачены Харьковчанами За счет налогов За счет аренды земли За счет продажи Коммунального имущества И так далее Кстати говоря О продаже Коммунального имущества Для того чтобы Там вишенка на торте Вот сегодня Появилось Новое сообщение О том что Возбуждено уголовное дело По поводу Заниженной стоимости При продаже Гостиницы Киевской Но это нонсенс Да То есть когда В 2013 году Когда ничто не предвещало Кризис 5 тысяч квадратных метров В центре города Гостиница Киевская На улице Сумской Была продана За 100 долларов За квадратный метр Это всего 800 гривен Ну что ж Город То есть 5 тысяч квадратных метров В центре города В центре города Еще по курсу 8 гривен Было продано за 4 миллиона гривен Куда пошла разница Да То есть это здание Это не в процедурах Принудительной продажи Когда есть ограниченный срок Можно было искать Более выгодного инвестора То есть соответственно Минимум 20 миллионов гривен Разницы между рыночной ценой И той ценой По которой была продана Эта гостиница Ушли непонятно В чьи карманы Ну что ж Я благодарю вас Быть не должно И мы должны делать все Для того чтобы этого не было Безусловно Мы будем следить За бюджетными перипетиями Потому что 7 миллиардов Это действительно Это не копейки Гостем отражения Был депутат Харьковского городского совета Анатолий Родзинский Программу провела Елена Баранник Всего хорошего До встречи Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин